Вальц Мендельсона, кольца и шампанское, 80-летняя Мира Николаевна и 85-летний Альберт Павлович снова жених и невеста. Познакомилась пара на танцах в Прибалтике. Хрупкая Мира с первого взгляда понравилась Альберту. Спустя два года после встречи молодые люди расписались. Вы думаете, я делал предложение, я же в авиации служил, а что это, сталинские соколы, у нас шоколад был, мы были шоколадниками, они нас дразнили, вот и все. Я пришел, взял там документы, пришел к ней домой, распишись вот здесь, вот она у меня расписалась, я туда отнесся, все. Вот так вот я и предложение сделал. Отмечать бракосочетание по комсомольски с кефиром, рассказывает Альберт Павлович, не захотел. Свадьбу с украинским размахом отгуляли чуть позже, на родине жениха в Полтаве. Платье было? Белое. Я ей туфли купил, из Полтавы вышли белые туфли, я точно купил туфли, платья нет, не догадался, я же был холостяк. Во второй раз на свадебный рушник пара стала в центральном дворце бракосочетания. С караваемой солью бриллиантовых молодоженов встречают их дети и внуки. Именно они стали инициаторами юбилейной церемонии. Младший сын Олег рассказывает, родители с детства привели чувство ответственности за свой выбор и на своем примере показали, что семья – самое главное в жизни. Своих женщин мы выбираем раз и на всю жизнь, я надеюсь, на долгую. В первую очередь там семейные ценности, а все остальное вторично. Богатство и все остальное. Любовь, общее увлечение, готовность в любой момент поддержать друг друга. Именно так совместную жизнь Годиных описывает их внучка. Ну прожили они просто как люди, которые просто любили, не было никакого секрета. Я часто обсуждала это с бабушкой, что бабушка, ну скажи, как так, 60 лет, теперь я понимаю, будучи замужем, как это иногда тяжело. Несмотря на почтенный возраст супругов, они и сейчас любят зажечь на танцполе. А еще они поют. Самое ценное, что они не позируют сейчас, как, скажем, кого-то бы пригласили, тебя сейчас в кино будут снимать, все такими хорошими, хотят друг другу ласковые слова говорить. Они это делают постоянно, каждый день, все свои 60 лет. В регистрационной службе говорят, такие долгие браки – большая редкость. Неурядицы значительное количество молодых украинских семей предпочитает решать разводом. Браки стали старше, то есть регистрация браков старше стала каким образом? Пары после 30 лет. Очень много пар, которые начали регистрировать брак именно после 30 лет. Поэтому, если брать статистику в соотношении с разводом, то разводов больше до 30 лет. И все же, секрет долгого и счастливого брака очень прост, говорит Мира Година. Он заключается в понимании поддержки и любви. Дорогие мои женщины, вот девочки, девушки, берегите семью. Не верьте, что мужчина сильнее всех. Все зависит от вас. Берегите, будьте мудрыми, сильными и счастливыми.